который на конференции пожилой больной специальный доклад о старинной болезни очень много рассказал примерно в тех же словах не важно, что он врач он постоянно общается постоянно обращается с больными и поэтому он, с точки зрения врачей, эту проблему но, в принципе, сухой остаток то же самое что старение рано называть болезнью значительно сложность и ставить знак торжества, как говорят некоторые о чем Валерий Михайлович пытался доказать, что это неправильно я тоже с ним согласен, что это неправильно я про что хотел сказать что все замечательно, если вы в мединституте преподавали хотя бы кое-что из гарантоводжения если вы возьмете пат-анатомию, пат-физиологию, учебники современные учебники, которые сейчас студенты учат там слова геронтология нет и слова старения тоже нет поэтому ждать, что появятся врачи, которые что-то понимают хотя бы знают то, что мы знаем бесполезно, потому что им никто про это не расскажет и в какой-то степени вот эта дискуссия есть стремление вот это вот брешь золотая чтобы врачи хоть немножко обратили внимание может в мире это и есть но в нашем России точно нет вот и поэтому я так понимаю, что это и есть причина а с другой стороны в геронтологии есть стяжение безусловно и которые в какой-то степени мы принимали участие и вообще в мире сделано довольно много и слава богу вот то есть если раньше в среде этого института меня совершенно точно говорят когда я начинал здесь работать что такой науки нет сейчас такого не говорят предполагаю, что такая наука есть есть специальность, есть общество есть наше заседание все это есть и поэтому в этом сдвиг есть и это надо рассказывать студентам им некому рассказывать и поэтому у меня желание огромное желание жмите на контакт с медиками и написать наконец ну не то, что там новую учебную патофизиологию старинного человека хотя это было бы идеально а просто хотя бы голову в патофизиологии голову в патоанатомии хотя на самом деле все врачи занимаются в большинстве случаев стариками как говорил Александр Александрович все занимаются старением но в этом не признаются вот и получается, что они на ощупь с закрытыми глазами пытаются поймать чего-то чего можно с более открытыми глазами то есть кое-что вот это раз во вторых Валерий Михайлович вспоминал Давыдовского я хочу сказать, что это человек который первый сказал что атеросклероз это механизм старинный за что его все остальные врачи просто вообще смешали с грязью максимально хотя он безусловно человек заслуженный во всех отношениях был и это их не остановило то есть я много раз рассказывал одну и другую фразу я когда пришел к нему чтобы побеседовать о геронтологии говорю давайте про геронтологию поговорим там поговорим чтобы никто не услышал что он с кем-то из молодежи говорил про геронтологию в общем другими словами если у врачей у кого-то есть выход на людей которые преподают в метэнске я готов вступить с ними в контакте что составляют программу чтобы учебник учебник у тебя же есть уже и программы для курса лекции нет но я не могу этот курс лекции принести в метэнститут и это мне нужен человек который знает знания уровень студентов метэнских понимаешь у меня рассчитана программа на людей которые вообще ничего не знают ни в медицине ни в диалоге то есть на физтех который мне приходится объяснять что такое жизнь что такое клетка как она устроена вот это слава богу я знаю куда надо идти к стражеску в университете которая у нас здесь выступала я вообще вот значит хорошо я с древальем познакомился вот кто такое древаль заведует лабораториями отделением эндокринологии в МОН значит как я с ним познакомился он читал о старине фундаментальной медицине в МОН его пригласили чтобы он там прочитал курсы он видимо где я выступал курс лекций на эту тему ему кто-то из студентов сказали что вот я занимаюсь грандологией выступал там где-то на теле в мосту и он мне позвонил столбота они очень хотят у него была задумка сделать это совместно с грандологией то есть другими словами он хотел что-то такое сделать но видно где-то что-то ему сказали не так или не лезть или занимаясь эндокринологией мы и без тебя тут все сделали он обитился но так как он в это влезал вот он такую статью написал я думаю что она тоже будет скоро опубликована я принес видео для того чтобы был послушен на самом деле мужик умный он много полезного чего произнесли вот вот он к этому потерял интерес потому что его грубо остановили что он слишком влез в грандологию чего не надо делать никаких объяснений с другой стороны не было вот это раз а вторых он эндокринолог мне желательно я мечтал бы встретиться с бюлигером патофизиолог патофизиолог который работал на каждой этапе физиологии в Рудее на лечебной факультете но он к сожалению там я когда-то с ним учился в соседней группе он учился он был строжествен можете в общем другими словами я считаю что эта дискуссия возникла не на пустом месте а из-за того что есть такая проблема и эту проблему надо решать разумно а не так подменять одно другим чтобы выбрать деньги хотя всем хочется побольше денег но вот это получается на самом деле всегда обратно если ты начинаешь говорить что ты сдерешь с пациентом побольше денег он тут за тебя выходит и тоже всякие интерес как древаль сколько минут говорит у тебя в записи ну минут 15 меньше чем ты говорил да меньше меньше значительно меньше он спешил но много чего он сказал хорошего я думаю может послушаем да у нас еще два докладчика ну вот и хорошо древали 10 минут поговорить и докладчик 10 минут поключить ну заводи это просто каждый по 10 тихо ну ходите ну вот он древали тут нифига не слышно ну это принесла на колонки переключить на колонки звука нет